Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом шестой альбом, либо десятый релиз американской команды Criminal Element. Команда была создана в 2000 году вокалистом группы Dying Fetus, Винсентом Мэтьюсом. Ну и основная лирика это все, что связано с такими социальными явлениями, как криминал и преступность. Музыка это стык таких экстремальных направлений, как Death Metal, конкретнее Brutal Death Metal, Grand Core. Вот такая интересная ядерная смесь. У меня в руках лимитированные издания, тираж 100 экземпляров, Slip Case, издательство Coyote Records. Давайте посмотрим подробнее. Slip Case, Criminal Element, два ствола, логотип и наручники, и колючая проволока. Все в огне. Строго, стильно, красиво. 11 треков. 10 треков это оригинальные композиции, внутри Jewel Case. Буклет довольно-таки большой и обширный. Оформление альбома сделано как перетяжка с места преступления. Полицейская желтая лента и черная надпись. Также бонусами этого издания являются две наклейки. Criminal Element и Coyote Records. Буклет. Фотография каждого исполнителя в отдельности. Тексты песен. Это наш лидер команды основателей. Винсент Мэтьюс. Дмитрий Орлов. Вокал Антон Акулов. Бас. Команда в полном составе. Малик Эммануэль. Денис Акульшин. Ну и последний, но не по списку, а по буклету, это Кевин Тейли. Ударные. Внимательному зрителю будет интересно понять, как же так американская команда и целых три российских исполнителя. Все просто. Дело в том, что ребята из Саратова Fetal Decay играют весьма качественные Brutal Dead и сделали весьма неплохой кавер на композицию Criminal Element. Соответственно, лидеру команды это понравилось и он предложил сделать совместный проект. Сказано, сделано, проект записан и получилась такая замечательная составляющая. Что приятно, российские исполнители не являются обычными сессионщиками, а являются полноценными членами команды. Так, вокалист Дмитрий, он не только является вторым вокалистом Criminal Element, но также обложка и кавер-арт принадлежит его творчеству. То есть, человек не только весьма неплохо гроулит, но и весьма хорошо рисует. Также команда передает дружеский факов всем тем, кто использует нейросети для того, чтобы рисовать обложки. Следующий товарищ, которого бы хотелось особенно выделить, это гитарист Денис Акульшин. Две композиции записаны с его соавторством. Это Confidential Informant и заглавное Abuse of Power. Что же до композиции? Часть композиции сделана в очень злобной атмосфере. Продолжительность треков 2,5 минуты, а то и меньше. Такой яростный Brutal Dead Grandcore. Есть композиции уже по 5 и по 6 минут. Меня такие композиции весьма радуют. По той причине, что здесь можно услышать и интересное гитарное соло, да и вообще звучание в этом случае идет более мелодичным. Ну, кто-то за мелодичность этот альбом будет частично ругать. Кто, но только не я. Особенностью команды является манера исполнения. То есть, представьте, что если бы команда думала, а не заиграть ли нам какой-нибудь рэп-кор, но получается от данной вещи оставить только гангстерскую тему и замутить Brutal Dead. Вот эта фишка Criminal Element. Ну, а два гитариста, два вокалиста тоже добавляют определенный шарм к картине. Композиции, которые я хотел бы выделить. Это композиция номер один, Mastermind. Композиция Confidential Informant, номер два. Четвертая, Abuse of Power. Девятая, Criminal Enterprise. Очень-очень интересные работы. Кто-то выделит по-другому, но это личное право каждого. По оценке, за счет снижения уровня брутальности, команда привлекла мой повышенный интерес и заслуживает довольно-таки хорошую оценку. 8,7 балла. Отдельные благодарности всем принимавшим в участии данного релиза. Это и музыкантам, и лейблу. Каждый постарался по-своему. Лейбл сделал лимитированную версию, качественную запись. Кстати, я вам еще не показал, что диск украшен так называемым бит-артом. Ну и благодарность российским музыкантам, коих я имел за честь лицезреть на вчерашнем концерте. Ребята отыграли с одобрения Винсента без него, с его репертуаром. Зажгли хорошо, ну и подписали мне данный альбом. За что ребятам большое-большое спасибо. С данного альбома было отыграно две песни. Ну а так сет-лист включает боевики Criminal Element с разных периодов. Кому можно порекомендовать данную команду? Ну, во-первых, это ценителям Brutal Debt. Ну, а во-вторых, уже тем людям, которые предпочитают более лайтовую версию, коим я себя и отношу, для того, чтобы узнать новые грани экстремальной музыки. Ну а с вами был Голливуд Александр. Слушайте музыку на качественных носителях. Слушайте Criminal Element. Посещайте концерты. Всем пока!